Всем привет дорогие подписчики! Продолжаем лечить мышцы плечевого пояса. Сегодня всем знакомая мышца называется ромбовидная, а знакомая она может быть не по названию, а по своему местоположению. Располагается она между лопаток. Боли у нас там достаточно часто, причин для этого 4. Основные причины это дисфункции органов желчного пузыря, печени и желудка. Это самые частые, но бывают и другие, такие как спайки в легких. В любом случае причины для этого имеются. Для того, чтобы показать, нам нужно встать и локализацию этой мышцы показать. Находится она между лопаток, ниже седьмого шейного позвонка. И, наверное, у большинства людей будет болезненное ощущение, что с правой, что с левой стороны. Единственное, чтобы ее полечить, нам лучше лечь. Так будет удобнее мышцы сократить и растянуть. И первое, что мы делаем, определяем боль. Я потрогал с левой стороны. Боль есть. Нам необходимо повернуть голову в эту же сторону, с которой стороны мышца болит. Положить какую-нибудь подушечку под это же левое плечо, чтобы сократить мышцу. Попробовали. Боль уменьшилась. Помассировали до исчезновения боли. Если боль не уменьшилась, тогда нам необходимо голову обратно повернуть прямо, а руку спустить. Вот таким образом. То есть мы растянули мышцу. Попробовали. Боль уменьшилась. Если уменьшилась, можно помассировать до исчезновения боли между лопатками. Либо пальчиками попальпировать, а можно даже кулачковым. Но движения будут очень легкие. Теперь нам нужно застабилизировать места прикрепления этой мышцы. А потом ее переобучить. Для этого нам нужно встать. И следующее упражнение для стабилизации мест прикрепления. Ручки сжимаем, сгибаем в локтевых суставах. Две руки. И сводим лопаточки максимально, насколько это возможно. Потом развести. Так делаем в течение полторы-две минуты. Сводим и разводим. Сводим и разводим. Это все без всякого сопротивления. А вот для того, чтобы переобучить эту мышцу, нам необходимо в руки взять какое-то... Ну, в данном случае, полотенце. То есть, что-то такое, что можно взять в руки, а можно через какое-то сопротивление по одной руке. Потому что сопротивление должно быть в эту сторону. Ну, в данном случае, полотенце у нас и будет тем сопротивлением. Можно сразу двумя руками. Задача такая же. Приблизить лопатки. И в течение 1-2 минут мы делаем упражнение через сопротивление. Затем, нам необходимо обеспечить этой мышце приток крови. Для притока крови у нас есть нейрососудистые точки. Располагаются они на лобных буграх. Если при пальпации нашли болевое ощущение справа или слева на лобных буграх, значит, нужно поставить туда пальчик, повернуть в правую сторону, в левую сторону, определить то движение, куда крутится кожа, идет хуже. В этом движении нажать, повернуть, зафиксировать, подождать до пульсации под пальцем. На это потребуется порядка 30 секунд. Как правило, редко бывает прям больше. Таким образом, мы обесечили мышцы приток крови, убрали фасциальные укорочения, убрали триггерные точки. Мы застабилизируем места прикрепления и мы переобучили эту мышцу в движении. Наш зуб...